Приложения бывают разные. Рабочие, игровые или просто красивые. А еще есть приложения, с помощью которых можно сделать использование компьютера более эффективным, приятным и комфортным. Именно об этих приложениях пойдет влезь в сегодняшнем видео. Ссылки на скачивания, как всегда, в описании. Всем привет, с вами Андрей Поломарчук, FAMCHA. Первая программа, на которую я бы хотел обратить ваше внимание, это настоящая находка для геймеров. И называется эта находка Oman Gaming Hub. Создавалась она специально для игровых ноутбуков Oman, но никто не мешает поставить ее на свой компьютер. В программе есть 5 ключевых разделов. В моих играх будет вся библиотека с играми и при запуске отсюда они будут автоматически оптимизироваться. В разделе приложения можно бесплатно скачать какие-то игры. Тут отображаются раздачи со всех самых популярных площадок. Такие как Steam, Epic Game, Hubbubble и другие. Также можно посмотреть сводку по всем скидкам, демкам и всему такому. Дальше в разделе Gorilla собрано огромное количество крутейших обоев для рабочего стола. В разделе оптимизатор вы найдете полный набор инструментов для ускорения компьютера. Тут есть уборщик, который удалит все старые и ненужные файлы и ускоритель, который остановит ненужные процессы и службы, очистит оперативную память и оптимизирует систему на максимальную производительность. Ну и пятый. В этом разделе полная сводка по системе. Тут отображается температура видеокарты, процессора, информация по оперативной памяти, сети и так далее. И вот только ради этого раздела нужно устанавливать эту программу даже тем пользователям, которые используют компьютер для рабочих задач, а не для игр. Если у вас нет дорогих колонок или наушников, то следующая программа поможет существенно улучшить качество звука. FX Sound не требовательная утилита, простенький, но очень функциональный эквалайзер. И самое главное ее преимущество – это огромное количество пресетов, а это значит, что не нужно долго разбираться, как правильно настроить звук, двигать ползунки и все в таком духе. Достаточно просто выбрать пресет, который больше вам нравится. Ну а если прямо, ну очень хочется подвигать ползунки и создать что-то индивидуальное, наведите курсор мышки на ползунок, появятся подсказки, что за что отвечает. В общем, незаменимая утилита для тех, кто хочет сделать звучание своего компьютера получше. Следующая программка будет отличным помощником для тех, кто использует несколько источников звука, например, колонки и наушники. Переключаться между устройствами и мышкой, вот лично мне прям, ну совсем неудобно. С помощью программы Audio Device Feature каждому устройству можно присвоить горячие клавиши. Для этого просто создаю новую команду, как-нибудь ее называю, например, звук на наушники. И затем в поле Hotkey я назначаю нужное сочетание клавиш. Главное, чтобы они начинали с Ctrl или Alt. Следующая утилитка для тех, кто никак не смог смириться с внешним видом Windows 11. И хотел бы, чтобы система выглядела, например, как Windows 10. Настроить можно практически все. Выбрать тему оформления, поменять иконку меню пуск, перенастроить проводник. В общем, с помощью этой программки можно настроить внешний вид Windows даже для самого привередливого пользователя. Следующая и заключительная в этом выпуске шикарнейшая программа. И если не все, то точно большинство захотят ее себе установить. И это Microsoft Power Toys. Здесь огромнейшее многообразие различных утилит для оптимизации и персонализации Windows, которые заслуживают отдельного видео. Я обязательно сниму отдельный подробный обзор. А сейчас я коротко расскажу, что же это за чудо такое. В левой части окна меню разбито на категории, в каждой из которой можно найти целый список утилит для расширения функциональности Windows. В панели мониторинга отображаются все включенные и отключенные модули с подробным описанием. Если кликнуть по названию, раскроются еще более расширенные настройки. Вот здесь можно почитать, для чего этот модуль используется и принять для себя решение, нужен он вам или нет. Подробно о каждом модуле я расскажу в следующем выпуске. Разберу каждый модуль по отдельности, для чего он нужен, кому он нужен и так далее. Очень рекомендую к установке, тем более, что все это великолепие еще и бесплатно. Я уверен, у многих из вас есть своя любимая подборка. Напишите в комментариях, какие программы вы используете. Я уверен, эта информация точно кому-то пригодится. С вами был Андрей Павомарчук. До новых встреч. Пока. Ноутбук. Компьютер оживим. Технику спасем. Мы с этим победим. Лига мастеров ваш лучший друг всегда.